полицейский разворот ты тоже вышел дрифтовать ты прям аж как затормозил пошел я работать давайте катайтесь пока всем привет у меня на канале александр маляр сегодня с утра я хотел прокатиться на пионерчики оделся культурно все чистенькая думаю поеду заводить давление 0 и все пришлось переодеваться переоделся с чего начать естественно с клапану залез редакционный клапан залез клапан давление и о ужас ребята стыд и позор мне у меня нет вообще там клапана хотите покажу вот я разобрал сейчас поближе поставлю нашел второй где крепеж где крепится этот фильтр у него тут два клапана ну чё раз у меня нету я отсюда снял поставил а давление все равно нету и о ужас почему нет давления ребята почему у меня вообще клапана там нет как я так проморгал и поставил вообще без клапана но давление было четыре с половиной пять вы сами это видели и вот что я сделал сейчас даже не буду камеру отключать поддончик видите снял поддон залез под трактор так видно нет и о ужас трубку отломала отломала трубку от вибрации но это у них болезнь если честно сказать поэтому я сразу сюда и полез но как я проморгал с клапаном который сейчас я придется выключить камеру который стоит вот под этим болтиком под этим болтиком стоит редукционный клапан вот под этим что он делает он перекрывает доступ масла в радиатор масляный радиатор тем самым вы немножко поднимаете давление в двигатель если у кого пропадает но и перекрываете охлаждение масло у меня он выкручен до отказа а этого почему-то совсем не было и вы сейчас скажете санек ты опозорился на всю страну но давление то было и сейчас мы вернее я снимаю эту трубку которая снизу вот эту трубку снимаю которая лопнула вон она видите где лопнула и как образец беру ее с собой и еду как сказать уже знаменитый магазин варамили дизель техника так и и заодно возьму себе новенький радиатор поскольку этот где-то вот здесь сотах начал сочиться вы видите да на заведенном не бежит а вот это стоит когда сочится но мокрый то есть капать он там не капает внизу него видите ничего нету потеки пахнет сахаром жженым но не хочется этой проблемой соответственно надо ее поменять итак я снимаю трубку и поехали капец я ее тут прижал хорошо с одной стороны видите все отломано так ладно пока стекает кто-то хотел посмотреть мои навороты вот смотрите ничего тут нету сложного страшного все как на обычных тракторах щуп торчит также такой же коленвал в поддоне все чистенько но это сейчас побежала масло как это я с трубки сливал так никаких вот этого нету этих как его ну всякой грязи короче говоря итак вот она трубка вот он обломыш сейчас я все вытираю делаю дефектовочку списочек едем в магазин ну чё собрал я все причин галлы с собой сделал список дефектовки сейчас едем варамир за запчастями вон моя все лежит трубки шмутки беру даже прокладку потому что прокладка бывает по болтам не совпадает так что танистру взял под масло это в другое место я заеду к парням gcb ну и основная часть у нас будет в дизель технике арамиль короче едем у нас везде делают дороги обновляют покрытие и у меня там возле поселка болты здесь на объездной это конечно радует скоро пойдет вот здесь двухполосная встречная полоса в обратно уже там идут от кольцова начали делать уже это уже радует то есть видно да он обочина старая дорога полосочка идет какая кривая ну вверх вниз и новенькая вот мы даже едем машинка да как идет ровно молодцы делают это радует вот ребят я вам говорил вот краны стоят делают мост по которому мы едем это горбатый мост он у нас в простонародье называется там он самолет взлетает с кольцо аэропорт и вот вторая полоса которая будет двухполосная вот они уже как бы начали здесь строить из-за того что на урале много рек и маленьких речушек болот много потом у нас получается тут железнодорожная развязка большая ну как со всей россии получается со всех сторон железные дороги подходят даже пробки стали тоже мосты нужны видимо из-за этого у нас всегда долгострой здесь ну вон они моста начали машина мешает не знаю какой регион делает обычно 72 мостовики делают у нас мосты это тюмень так что у нас не знаю какому году но будет здесь четырех полосное движение и как так сказать будет удачи были видите дачи отрезали немного на этом месте будет дорога все что на пути встречается вот этой дороге расширяют срезают не знаю как обстоят дела там с людьми которые у которых участки там берут по крайней мере строится здесь все машинки крутые кататься вот здесь с правой стороны урал экспо вот за лесом ну вот от дороги сюда урал экспо большой не знаю видно нет сейчас будет между лесом вон оно здание то есть заезд здесь есть заезжает там вот стройка эти машины ходят из-за того что стройка не из-за этого пробка здесь здесь просто просто перед мостом притормаживают и еще обочечники лезут ну вот так там урал экспо за лесом ну едем дальше нам сейчас туда на кольцово воромирь вот знак на знаке выставочный комплекс Екатеринбург экспо кто читает тут заезд у них технический там официальный с этого с кольцовского тракта аэропорт конечно у нас переименовали в другой я уже не знаю но мы по привычке кольцово аэропорт кольцово с камеры снимают и конструкция дороги там что так было написано ну вот они развязку уже вот здесь сделали то есть у нас мосты то все сделаны вот как бы уже вот эти которые встречные мосты встречаются они вот в одну полосу мы уходим а вторая уже сразу была сделана вот вторую полосу и в каком то году дорога уже была и Екат должна была быть сдана по моему в восемнадцатом году если не ошибаюсь ну видимо из-за финансирования у нас пока пока все идет так долго ладно мы поворачиваем на кольцово уходим через кольцово в арамиль вот сам аэропорт кольцово такой здоровенный стоянки кольцово не переименовал так и написано кольцово какой-то самолетик такой постаментик видите ну вот так вот как то мне надо крутить головой на все 360 и здесь поснимать вал и машина у нас спереди чтоб не втюхаться в общем вот такое кольцо у нас он старый маленький такой видите так железная дорога по моему мазы старые погружены с травами да мазы погружены на железную дорожную платформу здесь военные грузятся обычно вот ровно сделано с асфальтом заезд вот либо закупают либо старые мазы еще у нас есть на вооружении как я уже говорил у нас много железнодорожных путей вот я как раз уперся в железнодорожный переезд тепловоз идет очень много по Свердловской области это сказать можно центр России и у нас получается сюга с севера запада с востока в общем стратегический такой город куда свозились все заводы за Урал эти во время войны тут железнодорожных переездов просто очень много и много поэтому вот у нас строят мосты речки болота железнодорожные переезды поэтому дорога так долго и строится я думаю шлагбаум подняли колонна пошла буквально пять минут едем за запчастями так парни приехал я фарамиль зельтехника все здесь на месте все они здесь так все на месте парни на месте здорова еще раз так петя убежал за запчастями да? да ага так сейчас мы ну кому надо запчастей все менеджеры работают все при делах Дима здорова еще раз здорова парни все все работают все при делах право все я сейчас мне тут уже трубок натащили выбирай так Петя несет радиатор смотри в упаковочке все так сейчас мы поставим так прокладочками что ты мне тут уже выбрал что ты мне тут уже выбрал ну а ну слушай все это бывает на пол на пять миллиметров он уже да все четко бузинки ты мне сдал есть а трубки что это все мне? смотри выбирай даже выбрать где-то принес какая это выбрасывай как выбрать какая убери пайки а здесь на каждой в 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 все Так, руку взял. Покажи мне вот эти, где с клапаном, два разных. Вот я, когда открыл свой, у меня тоже, видите, клапана нет. Здесь тоже нет клапанов. Этот, как он называется? Теплообменник. Корпус, да? Это под теплообменник. Теплообменник можно тебе попросить, чтобы было понятно? То есть у меня стоит вот такой теплообменник. Вот здесь я. И под него... Правильно собрать? О. Я собрался. Ну, это вот так вот в рачке. Вот тут идет, все, что он делает, и у нас не может. Ну, прикручивается. Ну, понятно. И у него нет вот этого клапана. Потому что я открытил и удивился, что у меня нету клапана. Давай, нашел вот такой. Этот тракторный, да? Этот тракторный, да? А у трактора, вот он и есть, клапан. То есть тут и тут. То есть это редакционный, это идет на радиатор давления. А это и непосредственно на двигатели. Так что без теплообменника идет с клапаном. С теплообменником... Один общий клапан. Так что не переживайте, как я, значит, переживать. Все, пятики, я вам, спасибо, показал. В чем разница? Так, вот он. Так, адиатор. Медно-латунный. Еще, вы говорите, у вас бывает усиленный, да? Не усиленный, ладно, уже не будем рад. Хотя бы. Такой, просто у меня совсем старенький. У меня еще с того трактора, который был трактор. Настекунду поставить. Чуть-чуть вот так вот. Я бы убирал вот эти резинки. Сейчас хочу поставить вместе с этими резинками. Посмотреть, как это будет, чтобы меня не задевало здесь, в этом месте вентилятор. Вот. Там посмотрю. Все, прекрасно. Ставим до кассы расчет. На установку, да? Да. На склад вам что новенького? Ничего не завозили? Нету? Как и все. Идет непосредственно, что устребовало. Ну, знаешь, что-нибудь новенькое там? Кабины, кальвиусы, резина новая, что-нибудь. Что-то новенькое. Нет, я имя дуал. Наклейки из «Беларусь». Надо наклейки из «Беларусь»? Нет. Конфетка не возвращается. Как раз где-то из «Беларусь» остались. Кисленькие. Там, знаете, что опасно. Не думай. Что-то мне упаковывает. Спасибо вам огромное. Ладно, сейчас я все это отнесу. Придут за радиатором. Ребят, еду в пробки пока. Есть возможность поговорить. Проехал сейчас в GCB-центр. Там закрыто. Мы на «Стрелку» едем. В общем, там закрыто. Сейчас еще доеду до рынок. В этом, как его, авторынок на «Белой башне». Там у них есть филиал. Если там закрыто, то я остался без масла. Вот. Ну, конечно, с клапаном я уже запамятовал все. Потому что все ставил самое лучшее. И все хотел, чтобы самое хорошее было у меня стояло в тракторе. И поэтому я уже, честно говоря, и не помню. Но лучше перебздеть, чем недобздеть. Вот так я скажу честно. Вот я съездил сейчас в мой магазин. Сразу Петя мне показал, где можно, где нельзя стоять этому клапану. так что у меня не совсем там все плохо. Но я говорю еще раз, лучше перебздеть, чем недобздеть. Пытается обочечник. Давай пропустим его. Свой парняга. Кто там осталось маленько. Ну, тут подождут. Базиль подождет, она пролезет. Ладно, едем дальше на рынок автомобильный. Там будем уже дальше решать, что и как. Так, короче, парни, приехал я на рынок. Белая башня. Сейчас зайдем. Я уже заходил, узнал, только он говорит со своей канистрой как бы я тебе уже готовое налию за те же деньги. на рынок. Ну, надо. Ну, тут все такое. 5,8,40 это в двигатель. Так, я у тебя брал тогда, да? Да, мотон нормально. Здесь и вышло. Делать что? А я к вам заехал туда, я мимо ехал. У вас там закрыто. Где? Ну, на этой. В большом истоке. А там по звонку. А по звонку? По звонку. Теперь мой бизнес остался. Спасибо. Ты работаешь. Фамилия, напомнишь? Маляр Александр. Маляр? Маляр. А что вы сейчас по салону не торгаете? Большой фасадкой. Это отнимает на уровень. Ага. Все главное, что я сейчас запущу свой трактор. Я, блин, уже стал переживать. Без масла с нами. Пять летов мы качаем. Десять лет мы качаем. Но... Молодцы. Молодцы. Долго. Тут у него есть трактора. Шланги, фильтры, сумки, одежда, смазка вся, ремни. Короче, все есть. Здесь тоже у них все почти. Если что, под заказ, наверное, да, привозите запчасти, если какие надо? Идея на бахаренке, на тройке, четверке, на большинство. Под заказ на эскаваторы и парусчики. Ой, эскаваторы на фантальные парусчики. Ну, на валейку, наверное, по-салону. Так, большинство, с мальчиками. Так. Ну, все. Кому надо, обращайтесь, парни. Три. Главное, что канистру я взял. Все четко. Ну, все. Взял я канистру. Спасибо тебе огромное. Давай, удачки. Пошли, Римы. Короче, пошли мы. И мы дальше. Буквально передо мной авария. Девушка попала в слепую зону. Машинка. Ну, бывает, что теперь. Едем дальше. Масло взял. Кому интересно. За двадцатку. Три шестьсот восемьдесят. Двадцать литров. Едем домой. То мне там уже звонят клиенты. На работу. Вон, девушка. Так, ну все. Я дома. Запчасти дома. Собирать, скорее всего, буду завтра. Сейчас я покушаю ее на работу. Но остальное вы видели. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok